Далеко в межпланетном пространстве идет строительство внеземной станции. Грузовые корабли доставили суда на орбиту строительный материал. Предметы ничего не весят, но их масса, инерция, осталась. Перемещать детали по стройпространству можно только силой отдачи специальных ракетных двигателей. Сварка идет солнечными лучами. Они здесь всегда в избытке. Целые бригады монтажников-пустолазов трудятся в космосе. А на далекой родной земле миллионы друзей жадно ловят каждое сообщение с этой героической стройки. Окончено строительство внеземной станции. Огромное сооружение, насыщенное сложнейшей техникой, питаемое атомной энергией, мчится вокруг Земли с круговой скоростью. Здесь эта ужасающая скорость незаметна. Нет ни воздуха, который свистел бы в ушах, ни толчков, ни проносящихся мимо встречных предметов. Внешняя часть станции вращается, чтобы за счет центробежной силы создать ощущение тяжести и улучшить самочувствие людей. Познакомимся со станцией поближе. Кольцо разделено на отсеки герметическими дверями на случай пробоя метеоритом и утечки воздуха. Ведь за стенами пустота. Станция ведет огромную работу. Здесь царство метеорологов. Наблюдая Землю со стороны, они видят облачный покров всего земного шара. Дежурство круглосуточное. Алло. В Тихом океане возник большой тайфун. Движется на северо-запад. Срочно предупредите японских рыбаков. Координаты тайфуна сейчас 26 градусов северных... На внеземной станции ведется большая работа по обслуживанию родной планеты. Здесь следят за передвижением льдов в арктических морях. За деятельностью Солнца. Ретранслирует телевизионные передачи. Несколько десятков человек работают на станции. Здесь их жилые помещения. Человек быстро осваивается с новыми условиями жизни. И сюда, в черную бездну, принес он частицу своего привычного земного уюта. Конечно, хочется домой. Но здесь сделано все, чтобы оторванность от земли чувствовалась меньше. Необычные условия на станции дают возможность биологам проводить интересные эксперименты. В этом отсеке установите климат номер пять и восьмичасовые сутки. А на ваш гибрид попробуйте Солнце совсем не закрывать. Мечта физиков лаборатория в космосе. Ваша работа по космическим лучам сделает переворот. Увидите. А теперь вот что. Попросите поскорее испытать мою новую пластмассу в условиях самых низких температур. Хорошо. Мы получили ее только с сегодняшним кораблем. На станции работают филиалы самых различных земных институтов. Астрономическая обсерватория. Веками между пытливым глазом астронома и Вселенной стояла мутная атмосфера. А теперь... Вы знаете, я здесь словно грязные очки снял. Смотрите. Две фотографии Марса, снятые одинаковыми телескопами. Но это с Земли сквозь атмосферу, а это отсюда. Какая четкость, а? Да.